Дорогие слушатели и зрители! Дорогие слушатели и зрители! Дорогие слушатели и зрители! Дорогие слушатели! Дорогие слушатели и зрители! 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 Дорогие слушатели! 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 вакцинироваться от вируса гриппа так грипп мутирует также мутирует и вирус коронавирус значит вирус к вида он настолько уникален что вот я изучаю слышу и учимся мы до доктора по вакцинам очень много мнений слушаем и что доказывает научной работы что значит цепь на цепь вот ну рынка до до 30 скажем поэтому он мутирует очень много и будет мутировать то что вакцина не начни эффективно здесь я поспорю что необходимо вот на введенную вакцину иммунитет вырабатывать организм вырабатывает иммунитет то есть вырабатывается барьер скажем защитная вот значит слой скажем защитный слой до иммунитет вырабатывает определенные антитела и конечно же защищает организм защищает значит при заражении коронавирусом после вакцинации конечно возникнуть может не так чтобы совершенно человек ничего не почувствовал до чтоб не было болезни до появляются симптомы вируса но проявляются они легче переносится вирус легче вот посмотрите есть люди вот семья например да начать старше 65 лет до вакцинировался вакцинировался значит дедушка вакцинировался он старше своей бабушки до дедушка вакцинировался остался жив бабушки нет вот например по диализным пациентам что мы наблюдаем те которые провакцинировались они у нас есть не вакцинированных к сожалению рядом с нами нет поэтому течение заболевания облегчается то есть на сегодня мы практика уже видим да уже второй год наблюдаем за этим поэтому говорить о том что сегодняшняя вакцина не будет действовать против коронавируса дельта сегодня идет до 4 значит 4 волна да она конечно очень быстро осложняется очень быстро поражает и конечно поражает больше конечно тех которые страдают хроническими заболеваниями получается что диализ и почечная недостаточность не являются медотводом от вакцины все равно ваши пациенты которые вот являются пациентами вашего центра они все равно вакцинируются вакцинироваться на сегодня есть необходимость потому что действительно без коллективного иммунитета на сегодня нам не добиться значит нормальной скажем такой жизни да поэтому перед вакцинацией призывает тем более тех которые находятся на диспансерном учете не только гемодиализные пациенты и пациенты те которые находятся под наблюдением врача с сахарным диабетом до сердечной недостаточностью почной недостаточностью обязательно должны сначала пронаблюдаться значит сдать определенные анализы значит быть у участкового своего врача значит наш центр имеет кабинет значит по петра алексеева в городе якутске да мы по своим пациентам которые нефрологическим прям призываем подойти к нам совершенно бесплатно сдать анализы пцр сдать анализы иммуноферментные анализы определить иммуноглобулина значит в острый период значит острый период появляться иммуноглобулин м да и иммуноглобулин g то есть в народе мы уже все знаем какие бывают иммуноглобулины при остром периоде при значите при отстранен но не отстранена а при перенесен нам да скажем к обиде этого про антитела до антитела иммуноглобулины это антитела которые вырабатываются при значит заражение этим вирусом вот и конечно вперед обострение заболевания нет необходимости ставить нужно воздержаться по сдержаться поэтому если мы ставим перед проявление вирусных инфекций конечно если пришли и вакцину поставили перенесется очень тяжело поэтому прежде чем как вакцину с хроническими заболеваниями пациентам сегодня до жителя хотелось бы сказать чтобы надо думать активно над вакцинации и значит прежде чем как получить вакцину надо обязательно сдать контрольные анализы посмотрите вот по титрам по антителам до этого будет показано либо человека человека начинается заболевание либо у него там допустим достаточно антител и прививка не нужно да хотя сейчас тоже есть мнение что ну и что что там много антител все равно привейтесь и возможно тогда из-за того что люди вот не сдают этот анализ он все-таки большинстве своем платный а сразу идут вакцинироваться у них потом бывает что вот ну какая-то симптоматика уже идет заболевание потому что невозможно прививку поставили на уже течение болезни начальной каждый организм здесь я скажу значит реагирует на вакцинацию в целом на лечение в целом на вмешательство каждый организм индивидуально индивидуально поэтому я четко сейчас к могу сказать и я думаю что коллеги меня поддержат да что еще раз обращаю внимание на то что пациенты жители населения люди которые находятся с хроническими заболеваниями на учете они должны в первую очередь конечно стать определить значит не в стадии ли обострения находится тот же полиартрит до не встали стали ли обострения находит та же бронхиальная астма да то есть сердечно-сосудистую систему то есть все заболевания есть острый периода есть такой вот хронический стадии ремиссии если человек аккуратно лечится он может добиться стадии ремиссии то есть затихание болезни до хроническая есть но она может затихать вот и вперед вот подловить этот момент чтобы не было вирусных проявлений не было температуры у кого-то значит в дома какие-то не чихает не кашляет до температуры ни у кого не появляет не появляется скажем так да вот здесь нужно очень подойти серьезно не так что вот сказали пошли вакцинироваться и все и пор пришли конечно осложнения они ну при всяком вмешательстве в организм есть определенная реакция организма это наверное так вот в идеале потому что когда у нас на локдаун недавно сажали и привычные кабинеты работали из утра до вечера потому что шел поток людей и спрашивали только замеряли только что нет ли высокой температуры все остальное уже там на ответственность человека я сама была прививалась в очереди было достаточно много пожилых людей которые просто вот наверное от страха в основном и и шли ну вот может быть так где-то и не совсем тщательно проконсультировались дорогие друзья не теряйте нас мы сейчас на две минуты на рекламу потом снова вернемся и продолжим разговор дорогие друзья мы снова в прямом эфире вашему вниманию программа якутск сегодня в нашей студии главный врач центра современной нефрологии диализа марфа бурцева мы говорим о том как помочь себе справиться с определенными заболеваниями и конечно же мы не можем обойти вниманием популярное заболевание сегодня коронавируса мы говорим об этом потому что тема не знаю кажется любом эфире актуальна и тем более что вашем центре сегодня проходят лечение больные идеализом и которых которые не убереглись от коронавируса кстати наши зрители и слушатели могут присоединиться к нашему разговору по телефонам прямого эфира 32 00 66 32 11 66 и задать свои вопросы мы начали говорить о том что прививка важна вакцинация важная нам нужно выработать коллективный иммунитет я с вами полностью согласна и я прям впадаю в некое отчаяние когда я слышу мнение людей которые вроде бы на мой взгляд и образованы и как-то не скажешь что они глупцы совсем нет но у них четкое мнение что зачем я буду прививаться ставить себе эту вакцину неизвестно там что внутри и я допустим пью бады и у меня все в порядке с иммунитетом и я справлюсь мне кажется это достаточно как-то легкомысленно как ты можешь знать но сегодня ты справляешься до нарастает эта ситуация завтра ты можешь не справиться то есть без защиты которая сегодня вот есть у нас мы столько времени ждали эту вакцину да когда мы не выходили месяцами из дома мы просили врачей и все молились о том чтобы изобрели какую-то защиту ее изобрели есть на сегодняшний день есть много людей которые не идут и не ставят прививку как вы думаете почему что это за такие революционные настроения и что с этим делать потому что тогда ведь мы не справимся тогда он дальше будет мутировать продолжать кроме прочего говорят что вакцинация именно причина мутации к вида я тоже не вижу в этом логике нет вакцинация точно не причина мутации это однозначно я как врач организатор как человек сталкивающийся общающийся с пациентами и как врач как медик мне обращаются и мои родственники близкие друзья да действительно в первое время как обычный человек когда первые годы ну в прошлом году да были очень большие но вопросы скажем так и организационные в целом да по вакцинам действительно было время когда да действительно но срок изобретения вакцины такой короткий что неужели так быстро можно это все значит изобрести чтобы он был эффективен да на сегодня что пока мы уже второй год живем с коронавирусом второй год пытаемся бороться да действительно медицинский арсенал подустал да все кто значит скорее медики все переболели да значит вакцинированы скажем так поэтому не знаю на сегодня уже наверно в каждой семье если не в каждой то через семью есть уже трагедия потери человека родственника близкого я лично потеряла тоже вот в этом году своего близкого близкого родственника да не вакцинированный я лично сама провакцинировалась есть вакцины которые значить легче переносятся ну вот например спутник light как человек имеющий хронические заболевания свои да как человек контактировавшие переболевший я получила спутник light да ну при значит определенных категориях пациента спутник ве двухкомпотентный да то есть теперь необходимость возникает каждые шесть месяцев вакцинироваться пока мы не достигнем ну как бы спада заболевания поэтому говорить о том что если даже он мутируется вирус да он мутируются все вирусы не только ковида мутируют мутируют да и вирус гриппа да мутируют все равно вакцинированный человек имеет барьер иммунитет уже встретился с значит с коронавирусом иммунитет встретился с вакциной который значит введен через вакцину да скажем на фоне аденовируса же делается белки заселяются на аденовируса поэтому иммунитет уже умеет бороться вот смотрите вот как я когда я слышу но тренинги лекции да значит научных своих профессоров вот допустим сибирская язва сибирская язва это тоже вирус его победили но когда в 19 веке да скажем поэтому в начале 20 если бы не вакцинация сибирская язва бы сегодня было подать но значит получается вакцина сегодня вообще вакцинация она за счет вакцинации спасен мир скажем так на сегодня мы дожгли поэтому я как педиатр тоже когда родители против вакцин были с трех месяцев уже начинаем по календарю вакцинацию да конечно нужно очень персонально подходить каждому ребенку да подготавливать каждого человека каждого ребенка перед вакцинации антигистаминная терапия там да что то вот какие-то препараты прекратить вот и для приема да поэтому здесь индивидуальный подход не отменяется однозначно тем более если пациент имеет определенные какие-то хронические диагнозы но и значит сегодня статистика уже показывает практика показывать те которые вакцинирование на легче переносит вирус поражение той же пневмонии меньше скажем так но и я же привожу пример лежит рядом два человека вакцинирован не вакцинирована не вакцинированный уходит спасти невозможно то что организм не отвечает да и у меня тоже есть примеры и мой близкий человек моя мама перенесла ковид и тоже она очень жалеет о том что она не привилась потому что находясь в стационаре она видела как переносит болезнь те кто привиты и как они привиты и чудом осталась живая я очень благодарна врачам и медикам и вот видя такие настроения в обществе что зачем эта прививка это как будто какое-то швыряние там вот не знаю там пренебрежение к труду врачам которые стараются и хотят помочь выздороветь и не не заболеть людям и у меня вот реально прям отчаяние потому что как донести я не знаю и как донести то что ношение масок допустим в общественных местах в автобусах да то что когда там тоже рядом едут и дети которые не привиты сейчас они не могут быть привиты да и пожилые люди и как донести до общества непонятно вроде об этом столько много говорится уже есть реально живые примеры да когда там пожилые люди справляются потому что привиты молодые не справляются потому что не привиты с этим вирусом вот даже люди при таких заболеваниях симптомов как и как симптомов как диализ да и почечная недостаточность они это вакцинируются при таком заболевании здоровые люди пренебрегают этим думают что на мой иммунитет вообще супер он справится все в порядке и кстати вот как здоровому иммунитету еще тема бадов уповают на бады что я принимаю определенное там количество бадов это все у меня отличная защита как бы вы прокомментировали общего терапию бадами и терапию которую которые стараются восстановить функцию почек в том числе после к вида да но бады это дополнительное питание если действительно это дополнительное питание которые компенсируют у нас недостаток в нашем организме витаминов микроэлементов да здесь нужно говорить что приветствуется и есть бады дополнительное биологическое дополнительное питание они компенсируют как бы действительно и действует на клеточном уровне да иммунитет стабилизирует здесь конечно можно согласиться да можно согласиться я сама принимаю витамины принимаю до дополнительное питание и скорее вот прием вот этих значит дополнительных питания них не хочу вот говорить что это вот бад бада всякие бывают они бывают очень всякие до разного производителя да значит есть протеины которые кушают наш молодежь до чтобы накачать буквально таки мышцы да определенные ими тоже она фанатично тоже ими нельзя потому что функция тех же почек той же печени это все уже наша лаборатория но желудка да чтоб не посадить значит поджелудочную железу все это нужно контролировать есть бады которые плохо влияют на жкт на желудочно-кишечный тракт да значит есть бады которые просто остаются в качестве камней до в том же желчном пузыре тех же в тех же почках до образовываются камни поэтому здесь без обязательно с умом и те которые принимают эти бады обязательно должны вести контроль анализах хотя бы до приема значит интересно да как он действует в принципе до до приема этих добавок ну и в течение определенного время по по приняли там месяца 6 там до 3 месяца посмотреть что что происходит с организмом если значит меняются анализы биохимические анализы там печень нагрузку показывает почку нагрузку показывает надо это дело прекращать вот то что соглашусь конечно есть те дополнительно ну тут арсенал дополнительного питания который дополняет именно нехватку витаминов да у нас что обычно на столе бывает но хлеб там до масло мясо мы много едим морепродуктов почти у нас нет если есть то через чур где-то совсем через перезамороженные да но не такого качества который хотелось бы как у жителей у моря да поэтому витаминную терапию нужно проводить себе тоже ум с умом то полезное тоже может навредить как самый полезный напиток из всех вода когда ее чрезмерно употребляешь допустим на ночь и верно ли что именно это может быть являться причиной отеков у вполне здорового человека до употребление воды в организме человека просто необходим значит и и народе люди считают что чай ну там компот это кисель это тоже вода нет это входит в в питание да как супы вода она должна быть чистая вода чистая вода значит так ну кипяченая теплая скажем чтоб комфортно было организму да сейчас не кипятим же вот в этих баллонах заказываем просто греем это не то но то что баллонах нужно обязательно кипятить вода но вода такая среда для мерк микроорганизмов она такая комфортная среда для микроорганизмов кулера набрали воду да печёное надеемся на свой иммунитет на твоюю флору рискуем каждый раз и надеемся на свою флору который будет на щите микроорганизмы которые значит вот в этом коллере вот в этом значитель бутылей вот в этом до нашме наши микроорганизмы которые условно-патогены, они, значит, начинается же борьба. Когда в организм попадает микроорганизм, ему почему появляется температура? Начинается, ну, просто вот иммунитет начинает работать против того, что попал. Нужен стресс для иммунитета все равно? Хотя бы небольшой. Ну, стресс... Не соглашусь. Ну, вот это же немножко стресс, раз мы все-таки его тестируем. У нас 20 секунд остается. Мы в третьем блоке еще продолжим говорить о том, как правильно употреблять воду и можно ли это как-то отождествить водой и чая и за сколько часов до сна. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Программа «Якутск. Сегодня» для вас. Телефоны прямого эфира 32 00 66 32 11 66. Немножко тороплюсь я, потому что нам нужно еще успеть рассказать, ответить на те вопросы наших слушателей, один из которых, как обследоваться в вашем центре. И еще я бы хотела добавить свой вопрос. Какие симптомы человек сам уже может для себя отметить, которые будут означать, что все-таки обследование ему необходимо? Мы вот до этого втором блоке коснулись вопросов отеков. И есть ли разница, ты попьешь на ночь теплой водички или, например, чай? И за сколько времени это нужно сделать? Ну вот так нагородила я вопросов. Пожалуйста, с какого на чай трешите сами. Ну, докончим по теме воды, прием воды. Да, действительно, взрослый человек, это вот 35 миллилитров на килограмм веса. Все зависит от веса. Конечно же, все зависит от соматического состояния человека. Что это такое? Значит, так, выделительная система должна быть такая прямо, ну, как мотор работает, да, сердечно-сосудистые заболевания, если нет ли, значит, почных заболеваний, если нет ли. То есть хронические больные с хроническими болезнями почек, они 2,5-2,5 литра, им нельзя. То есть выделительная функция не работает, да, почки не функционируют в том нормальном виде, которое должно быть у здорового человека. Конечно, все зависит от, значит, от самого состояния человека. Здоровый человек, да, должен больше 2,5 литра. В какое время суток принимать, конечно же, это, значит, первой половине дня больше, конечно, чтобы вот двигаемся, да, в течение дня. Ну, и перед сном, конечно, не переусердствовать. Ни водой, ни чаем. Или вот воду можно, например, а чай нельзя? Нет, вообще, не переусердствовать, значит, жидкостями, чтобы спокойно спать и чтобы не было отёка. Какие первые симптомы? Первые симптомы болезни почек. Вообще, заболевание почек, оно такое, скажем так, коварное, опять же, да, они тихо протекают, тихо протекает, тихо сохнет почка, и как раз по обследованию пришёл человек, прообследовался. Есть у нас пациенты, которые просто прообследоваться приехали в Якутск, значит, так выявили креатинин высокий по анализам биохимическим, да, и всё, и поставлен диагноз хронической терминальной стадии почечной недостаточности, и человеку предлагается гемодиализ. Давайте продолжим рассекречивать, у нас там ждёт нас слушатель или зритель с вопросом, выслушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и слушаем вас. Меня зовут Сардана, я бы хотела узнать, могут ли отказать почки после ковида, или какие осложнения бывают. Спасибо за вопрос. Да, наблюдается острая почечная недостаточность, это значит, действительно, в народном выражении это отказывают, могут отказать почки. Даже если человек до ковида не страдал, заболевание почек. и отмечается, да, поражение почек, острое поражение почек при ковиде. Плохая новость. Да. Давайте продолжим по симптоматике, да? По симптоматике, когда заболевание почек тихо, умеренно протекает, конечно же, человек, который наблюдает за собой, это изменение света мочи. Да, изменение света мочи, отеки. А какой цвет мочи должен осторожить человек? Потемнение, ее посветление? В никаком случае, как кустовый чай, или там называется куст пива, да, не пенистые, потемнение, могут быть какие-то прожилки кровенистые. Вообще, в системе здравоохранения и у нас в республике делается ежегодная диспансеризация пациентов. Я вот работала в первичном Звенево, лег в Минском районе главным врачом, да, на диспансеризацию очень, ну, с трудом, да, идут, значит, население, да, и во время диспансеризации как раз таки выявляются и онкологические заболевания, и заболевания почек, и первичный сахарный диабет, да, то есть, получается, можно подловить на начальном этапе, поэтому диспансеризацию необходимо пройти. Несложные совершенные диагностические мероприятия необходимы для того, чтобы поставить диагноз заболевание почек. Также, значит, к заболеванию почек подвержены пациенты, страдающие сахарным диабетом, поскольку поражаются мелкие сосуды, а почки у нас орган с мелкими, с мелкими сосудами, да, и, значит, пациенты, у которых постоянно повышенное давление. Что у нас в народе делается? Пациенты, имеющие повышенное артериальное давление, не аккуратно принимают таблетки, снижающие давление, да, поэтому если нет должного наблюдения, если нет должного лечения, да, того же сахарного диабета, того же, того же артериального гипертонии, то человек да, со стажем данных заболеваний может заболеть болезнью, ну, как бы приобрести патологию почек, так скажем. Вот чтобы не отказали почки, да, тем, кто столкнулся уже, допустим, с осложнениями после ковид, и вот еще есть вопрос, как попасть в ваш центр и пройти обследование. Вот вопрос, у моей мамы болят почки, есть определенный диагноз, ли она вдруг заболеет, как попасть в ваш центр? Так, попасть в наш центр, нужно, значит, сначала сделать звонок 24 17 24 и подойти, записывая администратор, значит, любой человек совершенно бесплатно любой человек нужно 24 17 24 совершенно бесплатно иметь, иметь нужно только полис, значит, и подойти, и в нашем кабинете прообследоваться, мы направляем на анализы, на УЗИ, если необходимо консультация эндокринолога, тоже, значит, направляем, записываем сами, да, если необходима консультация кардиолога, тоже организовываем прием кардино, все бесплатно, все совершенно бесплатно, еще раз повторюсь, те, которые, значит, с пациентом, обращусь к пациентам, которые с хронической болезнью почек, пожалуйста, подойдите, совершенно бесплатно, анализы ПЦР и на антитела, выявляем, значит, начальной стадии, наша задача выявить своевременно, а не тогда, когда поражение почек, ну, совершенно уже невозможно человека спасти, да, то есть раннее выявление заболевания, также на, для того, чтобы ранее, ну, как бы на ранних стадиях выявить заболевание, мы, значит, совершенно бесплатно ПЦР и ФАД для больных, состоящих на диспансерном учете по болезни почек, да, плюс, если мы находим поражение, диагноз ПЦР положительный, то на раннем этапе госпитализируем стационар, свой стационар, стационарное отделение, я еще раз повторюсь, открыто у нас 17 ноября, да. А это для жителей города, а как жители республики могут ли вам попасть? Для жителей республики в том числе, вот наш кабинет работает с ноября месяца прошлого года, и вот география, да, пациентов, география пациентов, мы ведем статистику, широкая, даже с Верхоянского района, вот приехал в Якутск, можно зайти у нас прообследоваться, так, значит, более двух тысяч уже осмотрено нами, и заметьте, вот, из двух тысяч побывших у нас в нашем кабинете пациентов, 200 человек уже на диспансерном учете. Представляете, да, представляете, какая вот большая необходимость именно обследоваться, да, обследоваться, обследоваться, и еще раз замечу, что совершенно бесплатно. Конечно, очередь, очередь, то, что бесплатно, да, да, если вы позвоните, скажут, вас запишут на февраль месяц, ну, а как еще? потому что, во-первых, бесплатно, и единственный кабинет, наверное, который бесплатно работает, ну, мы активно выходим на средства массовой информации, и потребность населения у нас отмечается, высокая потребность, действительно, значит, записываем, так, и в определенный день, в определенный час необходимо подойти на прием к нефрологу. А неходячие больные, как могут воспользоваться услугами вашего центра, или, допустим, те больные, которые не могут туда выехать, имея уже хроническую недостаточность почечную? Так, маломобильные, да? Если четко, конкретно, нефрологическая помощь нефролога, ну, давайте попробуем, у нас в практике не было пока таких, чтобы вызов сделали на дом маломобильные. Да, надо будет организационной. Вот эти встречи мы почему устраиваем, да, и мы очень плотно общаемся с пациентами, и я как организатор, руководитель, значит, общаюсь с населением. И когда при общении с населением, вот вы сегодня уже озадачили меня, да, как организатора, как руководителя данного учреждения, что есть и такая категория пациентов, которые нуждаются в, значит, обследовании, на дому. Поэтому этот момент, да, нужно будет проработать, значит, подумать над этим моментом тоже. У вас, кстати, очень хорошо организована работа, потому что, допустим, звоня в скорую, да, и, ну, допустим, нужна машина для человека, который не может сам быть мобильным, куда-то его довезти. И скорая отвечает, что только диализных больных, они только диализным больным могут предоставить такой транспорт. Я думаю, что это тоже вот отличное такое вот взаимодействие с вашим центром. Это центр не только наш, я вас поправлю, это работа правительственного уровня, это работа Министерства здравоохранения, да, и диализных центров у нас в республике не только наш единственный центр, да, у нас в Якутске диализных центров, ну, таких крупных три, да, и чтобы вот пациенты наши диализные имели, значит, трансфер с места проживания до диализного центра, над этим работала, да, большая бригада, значит, правительства, большая бригада Министерства здравоохранения, это трудоемкий труд еще вот тех времен при, значит, Министере Александрове, при Горохове. Еще бы доработать такую же услугу, такая же услуга, что была для остальных больных, которые не страдают диализом, но страдают другими заболеваниями, которые тоже не могут, к сожалению, передвигаться, потому что им остается только пользоваться социальным такси, а оно как-то выходит в копеечку и тоже не для всех доступно. Огромное вам спасибо, Марфа Николаевна, за сегодняшний эфир. Я слушателей благодарю за внимание, всех, кто был с нами, слушателей и зрителей, и всем желаю здоровья и хорошего начала недели. Спасибо вам огромное, здоровья, спасибо за вашу работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.